всем привет меня зовут медведев евгений сегодня я хочу предоставить пользователям нашего канала очередной видео обзор об улучшалках звука для любых автомагнитол подчеркну за эти три-четыре дня до тяжелых тестов своей машины мне информация так сумбурно в голове расположена и за какие-то ляпы меня сильно не пинайте но эмоций много также соответственно в общем я попытаюсь рассказать по порядку итак я мы сделали два образца усилитель цифровой класс с эффектом bb и дебас прошу прощения так подписал и два громко вот эта громкость заднего канала громкость переднего канала регулируемая для расширения объема переключения дополнительных басов и эффект bb и собран он на микросхеме 2150 а тбб микросхема не знаю сейчас пытаюсь показать вот она двухканальная если на четыре канала на четыре канала технические характеристики вы найдете в интернете вот я нашел дата шит и выходной каскад идет уже усилитель д-класса 50 ватный вам двухканальный то соответственно их здесь на плате две штуки так возвращаем видео как это ставится колодка в разрыв штатной здесь универсальный вариант евре киева на своей машине тестируем океа евро поэтому мне повезло я могу втыкать вот эти фишки в мою колодку также будут пользователям предоставлены различные типы колодок вот такие я вам сейчас покажу чтобы было понимание для hyundai различные варианты volkswagen и mazda toyota honda nissan chevrolet mitsubishi и других ряд машин эту я еще информацию подготовлю и она вся будет представлена на сайте то есть как это подключается в разрыв разъемы для диспи процессора и усилителя с эффектом bb они одинаковые вот одна фишка я в машине соответственно вчера гонял вот этот вариант сегодня я слушал этот переткнул теперь давайте по порядку о них что такое ббе я честно говоря тяжело так представить без прослушивания музыки но скажу так что пользователям плеера джет аудио эта штука знакома информации порыл в интернете все что нашел в коротко в двух словах так возвращаемся на экран секунду по специальному соглашению ббе плюс используется в устройствах компании колон ни одна другая компания может применить ее в портативных устройствах и плюс что она дает не требует большого количества вычислительных процессов действительно он греется достаточно слабо просто реализуется отлично подходит для портативных устройств но это не наш вариант высокое качество звука при минимальных размерах устройства отличные естественные басы процесс восстановления гармоник не требует очень высоких вычислительных процентов софляляля в общем написано читая что понимаешь ты ничего в этом не понимаешь на самом деле в найдите в интернете почитайте особенности восстанавливает и усиливает гармоники потерянные при сжатии отлично я прям представляю как металлика разворачивается композиция в моей голове восстанавливает фазы гармоник восстанавливает полное стереозвучание подчеркивает эстетические тонкие детали в музыке расширяет верхний диапазон частот восстанавливает теплоту звучанию испорченную при цифровом сжатии используется простое программное обеспечение ла 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 ладно по факту что получил я в машине эту штуку сплея я оставил на магнитоле 180 серии с усилком 7560 выходным ну что я могу сказать до эффект явно благодаря вот этой крутилки добавь не режешь регулировкой фейдера силу переда или зада а наоборот добавляет что увеличит пространственное звучание в автомобиле однозначно вот с такими тумблерами радио там джаз допустим эрмитаж блин шикарно играет вас действительно получается классный звук приятный но все таки как рассказать мне очень понравилось первый день я ездил балдел пока я не поставил вот это устройство которое расскажу позже вот как его настраивать то есть тут фишка в том что получается на вход идет усиленный уже сигнал автомагнитолы и соответственно потом дорабатывается усилителем это с точки зрения построения акустики не очень правильно а почему потому что лучше бы конечно линейки завести но для этого можно плату доработать еще пока не знаю как это будет все выглядеть но вот если убрать вот эти четыре конденсатора на плате перед бб чипом то соответственно вход силовой переворотится в линейный ну эту соответственно правильную распиновку сделать но суть не об этом я сделал здесь минимальное усиление на самом деле и на магнитоле тоже и в итоге работал в начальных кусках так скажем характеристики а чиха линейные искажения минимальны сразу скажу я не профессиональный музыкант поэтому какие то вопросы будет не сложно осветить коротко не понравилось качает штук бас приятный сабвуфер мне уже не нужен динамик у меня стоят морель причем какой-то дешевый не темпа 6 а темпа 5 по моему там за 4000 пара я послушал магазине не понравились я поставил в принципе не жалею он их прокачивать ничего не пердит поднастроить всегда можно как тебе нужно совет на штатном плеере играет лучше на радио вообще классно вот речь слышно по-другому как-то как говорящие в микрофон там кашлянул по скрипанию по шипу не то есть всплывает такая картина звуков интересных которую до это и не слышал что называется и очень хорошо играет со штатным плеером на 180 серии с пау рампом пришлось по выключать все нафиг потому что сам пау рамп там очень много программных обработок звука делает и реально картина как-то портится начинает поэтому не знаю тут все нужно настраивать под себя поездил и был счастлив и думал в принципе вот такое устройство цена в районе наверно 6000 рублей чем плюс и почему не сделаны линейки во первых если машина допустим магнитола штатная вы не хотите менять магнитолу вы хотите улучшить звук покупайте этот комплект ставите настраивайте уровни громкости и так далее переключателем дальше управляете свои штатные магнитолы будет играть классно цена не относительно невысокая но ой извините сегодня я поставил эту штуку что это такое музыкальный процессор сделано оплате dsp 2015 года то есть самое новое что есть сегодня это в этой коробке раскручивать смысла нет потому что там все запаяно ничего на камеру не показать как управляется колодка также подаем питание звук соответственно заводим также настраивается он через компьютер порт mini usb единственный пожалуй минус в чем то что без ноутбука в машине его не настроить как он работает не китайцы инженер прислал инструкцию на китайском со скриншотами я вам сейчас я покажу к счастью когда ее на компьютере запустил стало все на английском сейчас секундочку здесь пейли фарс этап извиняюсь так увеличиваю что было видно буду листать у меня на компьютере вот эти значения только значки на китайском были ну что не знают режимы настройки 10 режимов предустановок которые настроены заводском варианте вот этот я десяточку себе поставил допустим то есть видите нажимаем кнопку сюда эту красненькую подключив конечно usb через компьютер компьютеру через usb кабель нажимаем сюда все аппаратом за 10 секунд под коннектиться и можно с ним работать дальше выбираете установлен вариант какой вам нужен и все это выход регулировка громкости и вот это вход в расширенные настройки да хочу сразу сказать что звуковые процессоры они не усилители в этом разница они не усиливают сигнал они обрабатывают входящий поэтому здесь обязательно должен силовой вход есть кстати вот выходы еще линейный на сабвуфер и еще два канала наверно даже звук не знаю для чего тяжело предположить я не такой профессионал в этой сфере вот дальше все начинается самое интересное вход расширенной настройки вводим 6 шестерок нажать сюда это апдейт софта кнопка и не надо нажимать вот тыкаем сюда и дальше вот эта часть уже программа которую не бойтесь тут сейчас на китайцем пошла на китайском компьютере инструкция была сделана там все на английском все понятно эквалайзер 1 2 3 4 5 1 2 3 4 10 15 40 по моему мы считать не буду 40 на каждый канал то есть 5 тут их 1 2 3 4 5 это каналы на каждый канал идет эквалайзера в 40 полос я открыл мне честно говоря стало страшно что тут можно сделать допустим там нажал какую-то кнопочку сразу четко в звуке выплыла тарелка барабанной установки которую не было слышно причем картина звука не испортилась то есть все было комфортно я как я говорил уже предустановку 10 выбрал и у меня четко низ там высокий по низкий поднятый так вас приятно стал играл в колонках и причем это картина звуковая не испортилась что я обалдел мы с нашим инженером посидели в машине там 30 минут и я вот прибежал сразу снимать видео конечно все в эмоциях он мне сказал следующий женя привези мне такую но по рассказу дальше вот в этой области вы работаете задержками я честно говоря разница особо не ощутил слух у меня не настолько музыкальный но можно там предустановки сделаны левая передняя дверь сама минимальная задержка самая максимальная сап вот это чуть поменьше поменьше вы можете здесь регулировать это настройки на компьютер сохранить вот основная громкость громкость каждого канала можно отрегулировать громкость но еще и громкости эквалайзер можно их объединить по парам либо перед перед зад зад либо все четыре на обозначить на одну настройку дальше вот это сейчас показывается группировка каналов и вот этих фильтров я честно говоря не нашел не знаю что еще такое мы еще на стенде подключим просто проблема в том что ноутбук у нас рабочий в машине он такой древний там ничего не видно будет но программа на английском мне нужно показать позднее я все сниму конечно мы пройдем машину и потестируем послушаем в наушниках как это будет играть и что сколько это стоит вот это называется смело могу утверждать хэнд диспи звуковой процессор музыку знаете вот такой эффект когда много встречали по стараешься что-то настраиваешь одну песню вторую включаешь она уже нифига не нравится не так играет полезного там крутить что-то настраивать в итоге все надоедает и когда ты забиваешь на это болт только тогда начинает все нравится да как правило здесь эта штука музыку почему-то не портит я попробовал там 10 разных композиции рок и джаз и колбасу там 50 цент ну блин все прекрасно играет я оказался доволен причем усилитель так сказать выходной чуть выше среднего если следующая партия у нас будьте 78 50 выход с этой штукой будет конечно я думаю любого клиента удовлетворим да и можно будет оборудование брать две недели теста вас смело возвратить в товарном виде там это без проблем либо обменять до понять что купил это хочу большего потом купить это и так далее монитором показываю свой и так давайте подведем итоги усилитель с него можно подавать сигнал как с линейки так и усиленный сигнал усиленный проще установка будет пин ту пин вот коловка в разрыв то есть на выходы динамики уже работает он мощей достаточно это усилитель не для прокача звука шашлыков там open air делать все это направлено для того чтобы водитель получал удовольствие за рулем то есть я не хочу там большие ящики устанавливать качать поле с картошкой я хочу под допасов получать удовольствие когда я машину вожу вот это как раз для этого серия сделано в чем плюс мобильность устанавливаем бардачок легкий доступ добрались будут регулировки простые вся регулировка осуществляется все таки автомагнитола здесь уставляется громкость переднего и заднего канала для создания объемности звучания машине и вы уже определяете эффект bb нужен он вам или нет и дебаз нужен вам или нет почитать об этой функции можно в интернете набрать что такое bb и порыться там найдете сайт где музыкальные контроллеры американцы продают там куча гитаристов сидят рассказывают как это классно но по струнам никто почему-то так и не ударил это видео смотрел может его не смотреть так сказать если вот это на пятерку магнитолу оценим звучание на единицу это где-то твердый середнячок это звуковой процессор для профессионалов силовой вход управление с компьютера выход на сап пассивный в смысле не усиленный еще два линейных выхода для чего четыре вру для чего я не знаю то есть наверное предполагалось еще один усилитель подключить на думаю тоже лишний установка через различные машины через спецколодки ну теперь извините за занудничество сейчас пойду в машину с кого-нибудь возьму с собой и дальше мы будем тестировать звук проверять что как играет так сказать чтобы вы почувствовали разницу спасибо первая часть видео на этом закончена итак вот мы со станислава машине я постараюсь держать камеру стабильно чтобы ничего не дрожало остаться будет выполнять действие и так не саня александр поставил в разрыв вот колодку которая показывала от выхода как видите сейчас я включаю радио моё только один динамик он у меня на усилитель не за видео давай подключай желательно это видео дальше смотреть наушниках загружает процессор а 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 но тут не промотаешь к сожалению а я его настраивал то есть до этого я слушал где-то на 10 я на 9 дальше уже регулировал канал усиление перед зад не нравится вам басы вот можете убавить по-другому играет уже прокачать можно добавить сейчас включу то басы усилятся очень сильно вы можете разницу теперь ббе проверяю вот посредственный звук без ббе да так был включаем или ты там вот а когда уже умер ну тогда разговор с реанимация выдаст тебя больничный и тебя восстановит чтобы через три дня ты снова в этом или там компьютера написал текстом у нас так поэтому я не знаю где разговоры служить приятного тебе штукой руководитель фонда социального страхования потому что у них в конторе в этом фонде социального страхования народ берет больничный и надо разъезжать по заграницам потому что в качестве примера вот это вот он давайте перейдем на музыку чаще все по включена стас готовь пока 1 2 пакета диски процессора здесь послушаем англовато убавь пожалуйста выключен сейчас играем басы и бонга другая картина не знаю что сказать просто другая уже на вкус и товарищи давай ббе выключать включая дебат так а сейчас объективно больше становится они достаточно мягкие невелые что сказать не знаю мне нравилась эта штука до сегодняшнего момента пока цифровой процессор не поставили давай стас отключай думал смотреть за одну программу с активным покажем но лучше звук конечно на виде я в poweramp выключил все эти аппаратные настройки вот у меня там кнопочка что еще как он включается короче оставлен только эквалайзер это я там и баловался по минимуму что poweramp вносит значительные искажения так сказать методами своей обработки звука и так что делать с диспи процессором то есть вот такая миссия кабель меню избить разъем тот же компьютер больше поворачивать у него запущу пока вот на сегодняшний день вот такая программка старт на китайском как она делается нажимаем эту кнопку коннект усилителю давай проверим если звук блин лучше играет да однозначно сейчас подожди чуть послушаем поменять это просьбили для чайников разные идет настройка идет вот теперь изменение звука на камере слышно будет на не очень заметно но болтать будешь поменьше будет слышно не он после ну блин с этими всеми тестами не больше конечно штатный плеер нравится если бы с говюрном качестве включите сяточку ну а если ну картина все равно сбалансирована в итоге получается давай захоти вот это графа покажи это усилит не звучит громкость да сейчас убавь на середину где-то то есть можно работать на можно работать на высоких громкостях можно на низких лучше на низких конечно вот тогда ну заходи в доп настройки расширенные для маньяков пароль шесть шестерок два дьявола вот сюда вы попадаете и тут мы не знаю дальше делать ну на самом деле это значит и фильтр и правом углу на повесение что есть там ликопит громко с примера десяточка у нас стоит надо отметить что здесь сейчас по каждому по каждой колонке то есть грубо говоря 4 динамика в машине по каждому динамику можно произвести свои настройки ну вот допустим передний левый мы можем его немножко приглушить или усилить также мы можем сделать настройку эквалайзера на каждый конкретный динамик то есть допустим на левую сторону и левый давай баса на правый убавь вас выключена правый бас мы и рудой страдаем конечно можно так можно наоборот соответственно картину можно изменить по каждому динамику можно объединить переднюю заднюю часть стоп перерывы левый не главный его настройки будут использованы да подожди я увеличу окей жми вот так вот что правый мы накосячили сейчас да басами нет сейч один утверждает получается два передних канала настроились по правому где мы басы урезали да ну верни на левую зачем ты так делал я не надо я разъединяю сейчас сгруппирую по левому а левый уже испорчен да естественно мы возвращаем частотную характеристику как мы хотим как раз мы убирали бас и делаем группировку опять-таки по нему же эти кнопочки вот что-то выключено что включено то есть каждую частоту можно да не надо сюда лазить больше ну вот да настроили вот они применились также задний канал можно объединить можно объединить все четыре по одному настрою не надо не надо так пощелкать фильтр его там в углу вот это я да я хочу понять что это такое да послушай фильтр бейстеля какой то ну что поменяй что я подожди что там меняется если я знаю что фильтр бейстеля бывает больше обатор это масло ладно давай задержки теперь покажем соответственно громкость канала даже выставляется вот задержки также здесь выставляются то есть звуковая картина при изменении все таки меняется на камере это будет незаметно но при вот таких изменениях я думаю что у таких вещей есть какая-то специальная песни тестовые что задержка временной настраивается но эти все профили можно сохранить на компьютере так теперь выйди пожалуйста и вернем 10 просто для чайников набор тут уже конечно видео я не буду ковыряться при вас в этом все потому что это очень много времени подключен видишь зелененькая горит да вот так вот ну вот знаете скажу свои ощущения получилось так я сейчас продемонстрирую на песне 50 цент динамики играют как сабвуфер реально не обманываю мягонько вот послушайте ну классно даже вибрация по кузову ощущается как от саба все давай помолчим я говорю я еще ничего не крутил в эквалайзере я просто использовал настройку динамики обычные без пандов ни усилка ни сабвуфера ничего нет что скажешь? очень приятно что скажешь? не портит да? очень приятно хорошо как я заявлял что картину не портит давай другую песню ну другого стиля совершенно ах с интернета не получится сейчас найду что-нибудь ну вот допустим привет Игорьку с Украины что ты Стас там в груди до доверяем мне? что там на груди? что там на груди? верни сразу назад Стас что ты делаешь? верни пожалуйста я вот каналы вырубили на громкость я понимаю вот я их и пытаюсь что бы я не был волком от тоски бабушка связала со мочей носки я по улице ходил ноги сжег углями а внутри набухло спелыми волдырями мое молодое сердечко глупое а я пошел что-нибудь надо из рук не заверяй пожалуйста при взгляде не вид да вы можете управлять этим эквалайзером так же поднастраивать видя высокие кто пользует 180 серию знает что это вот высокий маловато задранный сейчас ну и чересчур кто тебя ждет осень не спросит сядешь в последний трамвай наверно эта штука уже не нужна будет да вот такие вот штуки мы хотим запустить в продажу воткнул в разъем дальше сиди и настраивай пока тебе это все деда доест ну так говорится это все мои субъективные отзывы конечно тут нарабатывать базу возможно я не авторитет для кого-то если думаю время покажет если 100 человек скажет это супер я думаю тут дальше разговоры все бессмысленные ну а все это конечно нужно слушать по другому никак потому что это звук все таки всегда слушайте все спасибо надеюсь здесь получилось видео информативное старались ну рассказать о звуке что это играет как-то посредством видеокамеры и каких-то рассказов и циферок ну это очень тяжело надо просто слушать так все всем спасибо конец связи мне все таки вот что-то нравится это радио сразу будет и от сказки про колобка плакать кстати у нас наше радио здесь просто наверное и интереснее каждое утро дыхание и час